Всем привет! Здравствуйте, друзья! Это очередное видео из серии как мы жили в России. Короче, как это было. Как это было и... Что мы чувствовали. Как это продолжалось, когда мы уже были на территории России. Прошлое видео можно посмотреть по ссылке в описании. Итак, я вспомнила, что когда мы собирались на эвакуацию официально, я ещё читала в панике ленту новостей в чате. В России. И я видела, что там говорили, что русские власти сообщают, что жители Херсона получат жилищный сертификат на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке. Я послушала это, когда думала, ха! Как в Украине? С козами никто ничего не получит. Я просто подумала, что они блумятся над людьми или просто для поднятия рейтингов говорят, что все получат. По факту никто ничего не получит. Значит, потом мы стояли в Ричпорту, ждали, когда откроется вход на катер. И был один такой мужчина, очень бодрый, энергичный, в куртке ходил, у всех что-то спрашивал, подходил, что-то интересовался. И потом, я вижу, он перед тем, как начать возле нас кого-то опрашивать, он отрывает шеврон. У него на куртке как-то вот на ликучке очень удобно сделала. Какой-то шеврон один открепил, из кармана достал Россия-24. И я такая, как быстро, знаете, парадную форму одела. Значит, он подошел к одной женщине, спросил у нее что-то, а она такая, ну, то-то и то-то. И потом он такой говорит, а можно я у вас там интервью можете дать? Я говорю, да, пожалуйста. О, да, хорошо, он берет, достает айфон, просто на айфон снимает репортажи, вообще очень удобно. И задают мне вопросы, как бы, что бы. Я рассказываю о том, как мы собирали чемоданы. Потом я узнала в чате новостей о том, что жители Херсона получат в России сертификаты на приобретение жилья, на первички и на вторички. И он такой стоит, когда это слышит, такой кивает, типа, да, хороший контент, девчонка, да, продолжай. Потом в конце сказал, поблагодарил и говорит так, запишите, пожалуйста, мой номер телефона на случай, если вам нужна будет помощь. Это так звучало, я говорю, а на что, преследовать будут? Я уже вспомнила американские фильмы, шпионские, что? А он такой, нет, не будут. Я такая, а, хорошо, а то мы испугались, мы потом все посмеялись. И он говорит, номер телефона на случай, если у вас будут какие-то проблемы с документами, я постараюсь вам как-то помочь. Ну, потому что он журналист, у него есть возможность к одному пойти, второму, третьему, как-то, во-первых... То есть побольше связи, чем у нас, много граждан, да. Которые никаких связей, да, не имеют по факту. Я такая, хорошо, номер телефона дал, и я такая, это первый журналист, с которым я общалась, первый журналист из России, и первый журналист, которому я дала интервью. Я такая, это так круто! Меня просто поразил журналист, тем, ну, во-первых, он структурированный, у него внутреннее стержень, он знает, что делать, четко, прям суперпрофессионал. Я такая, вау, мне нравится! И я, когда мы с тобой, феи, жили, и по телепу России 24 смотрим, мы говорим, ой, наш журналист, но я не буду называть его имя, и я такая, ура, да, давай, мы так рады, тебе идти! Это вообще так круто было! Я такая, я его знаю! А еще, в той очереди, на пристани мы, когда стояли, я встретила знакомых, причем знакомые, они вот-вот только-только образовались. Я же, как вы знаете, уже сто раз говорила, что я работала на общей оптовой базе констоваров. Естественно, кроме констоваров, там были и книжки, и упаковочные материалы, и все-все-все. И вот у меня как раз в зале продавалась пленка для упаковки цветов, подарков, там, что угодно. И ко мне пришли новые клиенты, буквально за неделю до этого, они закупили, они понимают, что не будет привоза, а у них, ну, торговля, они цветами торгуют. Они два раза приходили пешком, у них машины нет, они раз закупили пленку такую, знаете, шуршунчик для упаковки, да, и вторую. И они такие стоят, ой, здравствуйте я, здравствуйте. Я вспомнила, говорю, пленку покупали. Боже, люди бросили свой бизнес, сколько денег вложено. И они забрали с собой две сумки вещей и кота в клетке, ну, в сумке такой, которая открывается сбоку. Перенос. Они вот, да, ну, сказали эвакуация, мы решили поехать. Я, боже, ну, опять, так же, как и мы, люди заново где-то начнут жизнь. И, да, всё-таки, как и говорилось, что, ну, сначала думала, что поболтали, это вброс, что дадут сертификаты, что люди смогут что-то купить. Такие, и правда, Россия дала людям сертификаты, мы сейчас живём, в новом доме, мы сложили наши сертификаты, сертификаты, и теперь у нас есть своё гнёздышко, которое мы по чуть-чуть стараемся сделать уютным. И с вашей помощью в том числе. Да, спасибо вам огромное за это. И мы выстраиваем жизнь с нуля на новом месте, и я въезжала сюда в статусе гражданки Российской Федерации, а моя мама уже в Анапе ждала, когда ей из Херсона привезут её паспорт, потому что мы как раз эвакуировались, и вот по факту, по срокам, вот-вот там со дня на день должны были звонить, чтобы вызывать паспортный стол и выдавать маме паспорт. Но так как мы уехали, я думала, маме придётся заново здесь делать, но, увы и ах, сказали нет. Раз паспорт уже есть, мы подавали документы, значит, он готов, и будем ждать, подаём запрос, вы пишите письмо, типа, прошу вас переслать мой паспорт сюда-то, туда-то, ну, по какой-то причине. Мы отправляем, они там его ищут и пересылают. Всё. Мы ждали около чуть-чуть больше месяца, но паспорт пришёл, мне пришла СМС, я оставляла телефон для связи, и всё, мы получили, и потом начали оформлять тоже дальше документы, потому что ни полис я не могла оформить, не будучи гражданином, полис ОМС не оформляется. А Ольга оформила. Ну, слава Богу, я не болела, в то время, пока я была без паспортная и без полиса. Что могу сказать? Если Россия, власти говорят, что будет то-то и то-то, то так они стараются и делать. В Украине власти говорят одно, а потом, а когда же вы сделаете? А вот потом, 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 или кормят завтраком, или потом оно сошло на нет, мол, а мы такого не помним. Ну, вот как-то, знаете, как школьник, который заврался, думаю, ну, как-то не боже высокопоставленным людям, которые управляют страной, так себя вести. Ну, мне понравилось, что здесь власти, они ответственны, и если они сказали, сделают, они делают. Да, пусть не все так гладко здесь, как многие россияне пишут, ну, да, мы тоже. Идеально. Да, но все равно здесь лучше, и здесь, правда, стараются. Пусть, знаете, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. именно, именно. Вот на этой позитивной ноте позвольте с вами порчаться. В следующих видео вы увидите еще какие-нибудь наши воспоминания. у меня уже есть парочка вспомненных. так что подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за нашей жизнью, и смотреть все актуальные видео, и узнавать больше о жизни в России, и о том, как жилось людям в Украине. Счастливо. Пока.